Приветствую вас, ну и начать нужно с того, что сказать так, заставляет человека терпеть неуважительно грубое обращение с собой только наличие у него таких потребностей, которые, ну, скажем так, они считают, можно удовлетворить только через того, с кем они живут, то есть мужчина для таких женщин это не личность, ой, не ценность, прошу прощения, не ценность в себе. Мужчина для таких женщин это средство, средство удовлетворения своих потребностей, и вот до тех пор, пока женщина именно так мужчину воспринимает, она и будет терпеть все, что он делает. Как только женщина, а поймет, что ее потребности можно удовлетворить иным путем, не обязательно через мужчину. Она потеряет в нем нужду, обретет свободу и, собственно говоря, независимость, и тогда посмотрит на человека другими глазами. Уже не через притмы своих потребностей, нет, а именно через свой духовный мир, через свои моральные устои, через чувства и поймет, есть ли в этом человеке что-то хорошее или нет. Если ничего в этом человеке хорошего нет, то она его уйдет. Уйдет, потому что он для нее больше не ценит. А если увидишь это хорошее, то опять-таки, это личный выбор каждого. Понятие плохое и хорошее для каждого человека своя. И нет на самом деле такого термина как «плохо» или «хорошо». Нет такого понятия точнее. Есть термин «нравится» или «не нравится». Бывают такие женщины, которые на полном серьезе считают, например, что если мужчина бьет, значит любит. Для них так он проявляет свою силу, мужскую силу. А если не бьет, то слабо-то. Ну вот если вы такую женщину встретите, что вы ей скажете? Вряд ли можно что-то сказать, потому что у человека такие ценности. И эти ценности уже не изменят. Да и не нужно менять. Главное, чтобы люди были счастливы. А если человек не счастлив, то здесь есть два момента. Первый момент – это, собственно говоря, вот эта вот сфера потребностей. И вторая – это, знаете, как бы воспитание. То есть человеку внушали с детства, что вот у него есть определенное место. Это место он должен занимать. И если он его не будет занимать и не будет играть ту роль, которую играет, то, простите, будет несчастным. И человек боится. Боится выйти за пределы своей роли. Ему кажется, что он ни на что другое не способен. А в действительности стоит попробовать и откроется совершенно иной мир. Совершенно другой мир. Наконец, такого мужчину, который ведет себя подобным образом, нужно понять, что им движется. Ведь, по сути дела, человек, который поднимает руку на свою женщину, не уважает, в первую очередь, себя. Потом уже ее. И, по своей сути, это несчастный человек. Несчастный, слабый, не очень-то интеллектуально развитый, потому что силы применяют тогда, когда не хватает слов. И если женщина это все поймет, если она увидит перед собой настоящего мужчину, то есть так, как оно есть на самом деле, а не так, как ей представляется. Уже вопрос, захочет ли она с ним быть. Но проблема в том, что многие женщины видят мужчин только по внешней стороне. Вот он бьет, кричит, проявляет смужественность, там, подчиняет, значит, мужчин. А чуть дальше капнуть не хотят. Может быть, боятся. Может быть, боятся. Кроме того, многие женщины стремятся к стабильности, к надежности, к определенности. Женщина стремится к этому, как и любая потенциальная мать. И для нее разрыв отношений – это большая психодрама, чем для мужчин. Так как мужчины в большей степени кочевники, а женщины – оседлые. И некоторым женщинам проще потерпеть, проще переждать, проще смириться и получить ту самую определенность и надежность, чем что-то рвать, кого-то искать, рисковать. И это, опять-таки, выбор каждого человека. Мы этот выбор не можем осуждать. Если человек просит помощи, помочь – конечно. Но кто-то живет так добровольно, кто-то счастлив. И я не думаю, что мы имеем право подобное счастье разрушать. Просто потому, что это слишком большая ответственность. Слишком большая ноша. И все, что хочется сказать в завершении – это то, что человек сам делает выбор. Этот выбор нужно делать осознанно. Это единственное требование к нему. Чтобы выбор был осознанным. Чтобы человек отдавал себе отсчет, кто он, на что соглашается, ради чего и что получит. И какой это выбор. Абсолютно не важно. Главное, чтобы было счастье. На этом все. Надеюсь, помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку «Помогу». Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Давайте в последнем прогулки. Продолжение следует...